У тебя по часам больше времени. Все спят, наверное. Четыре, хорошо. Посидеть. Так, ну потихоньку гости, дорогие нашего эфира, собираются. Пока гости собираются, я хочу с вами вместе посмеяться. И знаете, я вчера обнаружила такой как бы главный секрет успеха прямого эфира или главный секрет успеха хорошей презентации. Знаете, мне всегда казалось, что главный секрет успеха хорошей презентации это литовский, так скажем, сценарий. Заключается он в том, чтобы налить маленькую рюмочку какого-то алкогольного напитка всем гостям. Тогда все пойдет как по маслу. Вот, но вчера я открыла главный секрет виртуальной презентации или там прямого эфира. Это декольте и кудряшки. Вот, поэтому больше не буду устраивать декольте и кудряшек. Мне надо, чтобы на меня не только смотрели, но очень мне важно, чтобы вы меня еще и слушали, и слышали то, что я говорю, то, что я советую, и даже то, что я спрашиваю. Потому что вижу по комментариям, что люди пишут, ну, как бы, одни и те же, так скажем, ошибки, одни и те же, как бы, варианты. Понятно, что смотрят кусками или фрагментами, как бы, участвуют не полностью. Да, это ваше право, да, кто-то участвует полностью на 100%, кто-то меньше. Вот, но я еще раз хочу обратить ваше внимание и попросить вас не писать в ответах изделия, которых у нас нет в доступе, которые невозможно заказать. Понятно, что они любимые, понятно, что они классические, понятно, что без них мы уже жить не можем, те, кто привык к хорошему, но мне нет смысла их представлять и вам рекомендовать как подарок, если у вас нет возможности их заказать. Понятно, что я показываю вам те идеи, которые вы можете заказать. Основная идея из коробочки – это всегда то, что есть в неограниченном количестве, и то, что я могу показывать еще в процессе эфира – это что-то такое дополнительное, то, что у нас есть в остатках и в распродажах. Вот, сегодня эфир я постараюсь провести. Очень простое сегодня будет изделие, поэтому я очень постараюсь вас долго не задерживать. Итак, говорю громко, специально, чтобы вам было все хорошо слышно. Декольте больше не будет, кудряшки, может быть, будут. Так, сегодня я занималась очень интересным делом. У нас сегодня в мире выходной, и я провела его дома с детьми, и мы занимались морозилкой. Вы знаете, как классно провести ревизию, как раз накануне Нового года провести ревизию морозилки, посмотреть, что же скорее нужно съесть, потому что не успеем оглянуться, уже скоро лига, скоро новая клубника, рабарбар и прочее-прочее. Уже нужно подъедать эти все остатки, из ягодок варить морсики в сервофиксе, да, и, конечно, нужно убрать лишний ини. И я записала отдельный фильм на эту тему, очень маленький. И вот очень рекомендую вам в праздники, если вам совсем нечем заняться, то можно провести ревизию морозилки и стряхнуть лишний ини из коробочек Вэндсмарт. Ой, не Вэндсмарт, Фризер Мэйт. Итак, по традиции каждый день я открываю один ланчбокс, в котором спрятана идея новогоднего рождественского подарка для ваших друзей и близких. Открываю сегодняшнюю коробочку за субботу, за 19 декабря. Пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. Та-дамс, та-дамс, та-дамс. Маленькое тут что-то, очень маленькое, вырезанное из каталога, и это масленка Теппервары. В нашем текущем каталоге она белого цвета, цена ее 10.90. И я ее вам сегодня представляю как подарок, такой, знаете, дежурный подарочек. Понятно, что вы, наверное, уже в основной массе продумали, придумали, заказали, купили и уже хорошенечко спрятали подарки для близкого круга ваших родственников и друзей, да, для детей, для мужей, для жен, может быть. Вот, но случаются у нас такие встречи, случаются такие вот люди в нашей жизни, кому вот тоже у меня есть специальный шкаф, и я там всегда держу такие дежурные подарки. Так вот, и идея моя сегодня заключается в том, что можно иметь как дежурный подарок в шкафчике масленочку. И вот это люди такие, которые просто знакомые, хорошие, может быть, соседка какая-то, когда хочется приятное что-то подарить, но печенье, конфеты, свечки, полотенчики, что там дарят еще обычно, кофе, да, чай, это все прекрасные подарки, но нужно знать, что человек действительно это любит, чтобы вы попали в цель, и чтобы ваш подарок принес такую, так скажем, радость и действительно искреннюю радость и удовольствие. Я считаю, что масленка очень хорошо является как бы дежурным подарком, вот таким, который можно иметь под рукой, и когда экстренно нужно поздравить, супер, ничего лучше нет. Смотрите, хлеб и масло – это два продукта, которые, наверное, 85, ладно, 95% людей едят. Правда? Ну, редко встречается мне кто-то, кто полностью отказывается от сливочного масла. Если отказывается от сливочного масла как такового, то тогда заменяют его на масло ги. Или, например, ну, короче, вы поняли идею, да, что хлеб, масло – основные продукты. Масло почти всегда есть у людей в холодильнике, и почти всегда это масло валяется вот в таких вот упаковках, да, либо фольги, либо еще что-то. Некоторые есть люди, которые не любят эти упаковки, и они покупают маргарин. Ну, маргарин вообще, мне кажется, остался в 90-х, да, как мода. Маргарин не нужно есть в сыром виде, его можно добавлять в выпечку по понятным причинам, но не надо его, ну, не надо его есть в сыром виде. Так вот, вот так вот хранить масло некомфортно, неприятно и грязно, потому что эта пачка с маслом, она может пачкать ваш холодильник, и не так удобно, и кто-то прижмет, что-то может сверху поставить, не очень. Стеклянные масленки, как вариант, они тоже имеют место быть, пожалуйста, но у них есть одно неприятное свойство – они могут биться, да, разбиваться. Вот, наша же масленка выглядит вот таким образом. Смотрите, какая красивая. Я очень люблю. Вот, белого цвета, раньше дно было синим, теперь она белого цвета. И ваши домашние, и ваши домашние, и соседки, и там, кому будете дарить, они просто очень быстро привыкают, что, а, ага, здесь масло в масленке, масло в масленке, сыр в сырнице и так далее, и так далее. Вот, значит, что делает тот, кому вы дарили? Открывает пачку масла, открывает пачку масла, у меня какая-то тут новомодная упаковка с захлёпками, и перекладывает это масло, я так открою, чтобы масло не трогать руками, да, и перекладывает в маслёночку. И, смотрите, здесь ещё место остаётся свободное, всё очень просто, всё очень хорошо. Закрывается крышкой, но закрывается крышкой неплотно, так, чтобы немного воздуха попадало. Я не буду вам сказки рассказывать о том, что здесь масло будет храниться в 2, в 3, в 4, в 5, в 6 раз дольше, чем в фольге, чем в оригинальной упаковке, чем в стеклянной масленке. Почему? Потому что очень сильно сейчас всё зависит от качества масла, от того, какой процент у него жирности, сколько ему времени, как давно его вообще выпустили. Да, это всё очень такая гибкая информация, я не буду это рассказывать, но скажу вам, что действительно в этой масленке масло хранится гораздо лучше, чем где бы то ни было. Что касается именно этой формы. Можно масло хранить вот так, можно масло хранить вот так, кому-то так тоже нравится. Кто привык масло скрести, как бы, не резать, а вот так вот, таким ножом, поближе может быть, скрести. Можно же, как и у сырницы, использовать вот на этой стороне масло, кому-то так больше нравится. Дальше что про неё надо сказать. Химический нейтральный полимер, белая, красивая, не окисляет, не вступает в реакцию с маслом, что может делать металлическая маслёнка, например, или какая-то деревянная. Деревянная в себя всё впитывает. Значит, сразу видно, у неё шершавая такая крышка, удобно за неё потянуть и открыть. Но есть нюанс, многие привыкли резать ножом масло, так вот здесь ножом режьте аккуратно, либо лучше брать столовый нож, который не такой острый. Конечно, это масло хранить пластиковое, оно может порезаться. Что? Ага, хорошо. Вот, ну а я хочу вам показать ещё идею, как можно, эта идея вам к новогоднему столу. Хочу показать вам идею, я умыла руки перед эфиром, честное слово. В перчатках не люблю работать, простите. Хочу показать вам идею, как приготовить, когда нужно приготовить много бутербродов с красной икрой, или может быть с лососинкой, или там, ну не важно. Когда вам нужно вот этот французский багет, кстати, французский багет классно резать ножницами, если он свежий-свежий-свежий, купите в заморозке, и заморозке достаёте. Запекли сами багет, у вас дома пахнет этим хлебом чудесно, классно. Потом этот багет, он же ещё мнётся, он тёпленький такой. И вот вы ещё тёпленький нарезаете ножницами, можно нарезать прям тоненько-тоненько-тоненько. И потом он распрямляется, не переживайте. И тогда надо нанести масло, да. Не как в анекдоте, да, вы масло кладите, кладите. Да я кладу, кладу. Нет, вы его, нет, наоборот, вы мажете, мажете, да. Масло я мажу, мажу. Нет, вы не мажете, вы кладёте. Вот, чтобы так с гостями не пришлось разговаривать, смотрите, простая, классная идея. Вот так, берёте овощечистку, и овощечисткой, перевернув на бочок такое охлаждённое масло, вы делаете вот такие вот классные, о, видно, очень хорошо, ну, куда мне, куда мне, так-так-так, как мне сделать, да. Ну вот, получаются тонкие-тонкие слайсы из масла, и, пожалуйста, накладывайте на бутерброды, можно ещё и розочки там крутить, и селсосинки, я знаю, что так делают, да. Так, это была идея. Дальше, дальше, простите, попробую руками. Кстати, та же самая идея, и вот смотрите, я сейчас покажу вам, что сыры мы покупаем вот в таких газовых упаковках, чтобы быть уверенным, что его никто там руками не лапал, не трогал, да, такую упаковку нарушить нельзя. Если здесь сроки охранения наруж уже прошли, то эта партия вся списывается, и у вас нет риска купить испорченный продукт, да. Но с овощечисткой то же самое, та же самая история, если вы хотите делать такие вот, знаете, элегантные бутерброды, где тоненько и красиво сыр порезан, то же самое можно делать овощечисткой и с сыром. И, кстати говоря, если это, например, пожилой человек, который живет один, то и масло, например, больше не ест, то эту масленочку, смотрите, как классно, можно же использовать и как сырничку маленькую, да, не будет конденсат контроля, но тем не менее, классно, все будет храниться, все будет хорошо. Хорошо, дальше, если вы не попали в точку, человек не ест ни масла, ни сыр, что делать? Наверняка человек ест паштет, потому что печенку есть не надо, печенка это полезный продукт, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. И паштет очень легко готовится, эту печенку быстренько обварили, протушили и запекли, лук, чеснок, морковочки, блендером или экстра-шефом, и у вас получается паштет. Тогда этот паштет, я ничего больше не показываю, я говорю, можешь поставить, чтобы не держать. Ааа, масляная рука, я не потрогала волосы, фу. Так, значит, тогда этот паштет закладываете вот сюда, и тогда у вас масленка превращается в паштетницу. И очень классно тоже таким тупеньким ножом берете и вот так вот ее стружечкой такой получается, да. Вот, то есть масленка, дико классный подарок Эглы, кто смотрит Эглы, литовского дистрибьютора, она совсем недавно показывала идеи, как красиво можно оборачивать, запаковывать эти подарки, можно конфеты сюда прилепить, да. Но мне кажется, можно еще и что-то из продуктов сюда положить. Вот даже кусочек сыра какого-то твердого, да, который побольше без холодильника может прожить, пока вы едете, например, в гости, если вы можете ехать в гости, вы в Латвии не можете ехать в гости, никому больше, все, гостей запретили. Вот, приложите кусочек сыра или шоколадное масло, может быть, если такое еще кто-то ест, чтобы дать идею, что масленка, она не только масленка. Так, все сказала, берегите. Знаю, что кто-то хранит без холодильника масло, ради бога. Мое мнение, я считаю, что надо хранить в холодильнике. Так, но в качестве такой рекламы ярмарки нашей, у нас есть новогодняя ярмарка распродажа. Те, кто живет в нашем городе, в нашей стране, консультанты, демонстраторы, постоянные клиенты могут с понедельника по записи попасть на эту ярмарку и по очень хорошим ценам здесь присмотреть себе изделие. Вот, на ярмарке среди остатков нашего склада есть тоже масленка, но она другой серии. Видно, как я показываю, видно, какая она шикардосная, да, она очень классная. Вот, это масленка серии эксклюзив, да, она очень подойдет под все, что связано с серией Клир, молочник, кувшин, карафе, кувшин, там, т-т-т-т-т-т, и мисочки все наши прозрачные. Это для эстетов, это такая праздничная подача, да, хорошо. Она тоже, но она прозрачная, да, это кто не может масло найти в холодильнике упорно, то вот они оценят ее. Здесь тоже можно и на одну сторону, и на другую сторону. Многие не верят, что сюда входит пачка масла. Я не буду ее пачкать, потому что, ну, она подходит. Поверьте мне, по размеру все идеально продумано, под стандарты. Вот, я не буду ее пачкать, потому что эту масленку я добавляю в ящик подарков, и тот, кто угадает, какое изделие я открою завтра, тот себе в подарок может выбрать эту масленку. Если он не выбирает, тогда эта масленочка остается другим нашим девочкам, мальчикам, которые выбирают здесь подарок. Но еще два слова про эту масленку скажу, кроме того, что она стильная, красивая. Но я бы сказала так, вот это больше такое ежедневное использование, чтобы вы не ругались на детей, которые там колбасу схватили, там себе что-то сделали, и вечно лапают вашу масленку руками. Конечно, тут будут оставаться пальчики. Это шикарная серия, и надо с этим считаться. За что ее любят? За то, что она выглядит как стекло, но это не стекло, вы не разобьете. Очень классный сегодня был пост в Фейсбуке, увидела случайно. И девочка плакала, так скажем, от того, что у нее стеклянная банка со специями упала и отколола кусочек плиты индукционной или электрической. Я подумала про себя, ой, как здорово, что я пользуюсь нашими пластиковыми контейнерами для специй и для круп, и как здорово, что такой проблемы у меня уже не будет. И классно, что Танюша это тоже увидела и подумала о том же самом. Танюш, привет тебе огромный, спасибо, умница. Думаем в одинаковом направлении. Так, ну и что касается сыпучих. Я обещала вам через неделю показать, но я боюсь, что я забуду в этой лихорадке предновогодней показать вам фильм ужасов продолжения. Прошло буквально сколько там дней, сами, кто дотошный, можете посчитать. Сколько дней прошло, я насыпала это где-то 5 дней назад. Сюда хлопья детские, в которых оказались личинки пищевой моли. И я обещала вам показать, как они вылезают на крышку, потому что им не хватает воздуха. Вот смотрите, видно? Даже мышцы нам плохо становятся. Короче, кошмар, жуткий. Вот, но это коробочка спасительница. Вот сейчас она спасает мне все мои шкафчики и все, да? Не идет гулять дальше. Супер! Вот, и потому, если вам кажется, что чё-то перевару столько стоит, да, оно отрабатывает свои деньги сто раз, просто вот напросто. Есть так много бестолковых вещей, на которые мы тратим деньги, а вот самое основное, что базу составляет вашего жизненного бытия, на это почему-то всегда денег немножко жалко. Все, в заключении говорю вам, что победителей сегодня два. Татьяна Шовра и Надежда Надя. Опять-таки, если я кого-то пропустила, вы тоже добавляетесь в этот список. Всем даем подарки, да? Всех пишу в список победителей. Коробку с понедельника еще пополню подарками. Вот, чтобы вам было приятно, и чтобы у вас было рождественское новогоднее настроение. Так, и последний пункт, что хочу сказать, это вот что. Также у наших всех девочек, у рижан, да, кто тут у нас поближе с нами живет, есть возможность тоже в рамках новогоднего милого подарочка, вот милого, даже не знаю, кому такое можете дарить, но сами догадайтесь. Если это вот там третий, четвертый круг знакомых, то вот такие подарки можете просто иметь в сумке. И, о, слушай, вот спасибо тебе большое, что ты на моем жизненном пути повстречался. Вот, что это такое? Можно попросить такую оригинальную миску? Вот как кончик, она есть в программе. Да, это изделие Таппер Вара, но в миниатюре. Смотрите, оригинальное изделие Таппер Вара, это вот, оно, миска как он, очень клевое, открывается, закрывается нажатием на центр, да, и очень здорово делать салаты, маринады, вообще классное. Но, это оригинальное, есть в декабрьской программе, сейчас по спеццене, а это такое же изделие, только в миниатюре. Малюсенький-малюсенький такой вот брелочек, можно на ключи, куда угодно, к рюкзачку подвесить, на сумочку подвесить, так, и он тоже открывается нажатием на центр, у меня руки в масле скользят, вот, открывается нажатием на центр и закрывается точно так же. Знаете, для чего можно использовать? Большинство брелков, они такие, просто декоративную функцию имеют, этот классный имеет очень функциональную функцию. Простите мой русский язык, суббота, я тоже отдыхаю. Итак, функция в чем заключается? В том, что вы сюда можете, например, спрятать какую-то витаминку, порошочек, сережки спрятать какие-то, цепочку, когда в баню идете, короче, что-то, что-то такое заныкать. И мне еще очень нравится, когда, например, жвачку некуда выплюнуть, я иду в спортзал, и уже некуда жвачку выплюнуть, где-то там мусорники далеко, туда можно и как бы, и хорошо. Вот, придумайте. Дети, знаю, очень любят брелки. Я тоже коллекционирую брелки, у меня есть огромная их коллекция. Знаю, что на ebay есть целый раздел, винтаж, по-моему, от первара винтаж, и там тоже фанаты первара собираются и коллекционируют эти брелки. Дико редко бывают в продаже. У нас их осталось около 100 штук. И вот сейчас, перед Новым годом, мы их пускаем в продажу. У вас будет возможность их заказывать. Спрашивайте у своих консультантов или у руководителей групп. Все, милые мои, друзья, спасибо большое за внимание в этот субботний вечер. Рекомендую от всей души этот подарок. Завтра встречаемся в прямом эфире, я думаю, что тоже ближе к вечеру. Тан-тан-тан-тан-тан. Завтрашнее изделие, я вам дам подсказку, завтрашнее изделие не будет связано с ежедневным использованием, как, например, масленка. Это ежедневное, а завтра будет не ежедневное использование, но тоже что-то очень-очень нужное и классное. Спасибо всем большое. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока.